Бахнул соды. Друзья, не пытайтесь за мной повторить. Я все делаю неправильно. А как делать правильно, вам расскажут на других каналах. Расскажут, но не покажут. Друзья, всем привет. С вами снова Серега. Сегодня 8 апреля, суббота. Сегодня варка, сегодня день рождения старшей дочери. 23 года, ребят, извините. В общем, ребят, видео, как всегда, ни о чем. Ни в коем случае не обучающее никакое. Просто очередные мои эксперименты. Варка для себя. Изначально, ребят, изначально было солод, курский ПЛЛ. Изначально за основу был взят с Мирбира рецепт, сейчас скажу, цветочно-ванильный. Каскад цветочно-ванильный. Общавшись с друзьями у нас в группе приют Винокура, дайте я вас достану. Меня переубедили, что немножко он там неправильный, и то-то все. В итоге получился абсолютно другой рецепт. То есть его мы уже в расчет не берем. Для себя вот такую вот колхозную шпаргалку я сделал, заливая воды 85 заторной, там т-д-д-д-д-д-д-д-д. В общем, паузы, все для себя расписал, потому что памяти нет. Вот. Подсказывали Николай, Денис, Ваня, друг мой, у которого в магазине я покупаю солод, дрожжи. Вот, кстати, дрожжи сейчас готовится, стартер дрожжи US05. И он мне еще мешалочку подарил, Ванюшта. Вань, спасибо, если слышишь. Вот, сейчас готовится стартер. Вчера я его поставил в 12, то есть вот почти 24 часа они фигачат. Давайте быстренько я вам, то есть видео постараюсь сделать прям такой, знаете, фрагментами чик-чик-чик-чик-чик, ничего не рассказываю, потому что это не обучающее видео, как вы понимаете, сам не в зуб ногой. Заливаю воды 85, засыпаю солод 24 при температуре, ну, на первую паузу прям сразу, меряю pH. В общем, да, забыл сказать, воды я уже напорол. Вода чистый осмос, здесь сейчас 85 литров. Буду пробовать с солями, с замерами pH, то есть кислотность воды тоже буду смотреть. Соли, как сказал, солить по-правильному. Не знаю, получится, не получится, ничего страшного, немного потеряю. Сразу поставил кастрюлю с водой, тут 56 литров, ну, почти целые, да, 37 у нас люкстальевский куб. И тоже осмосная промывочная, промывная вода, да, правильно говорится. В процессе ее, она будет греться только на газу, в процессе заведу, пускай работает. Вот, по паузам. Пауза, первая пауза. 51-я, 10 минут. 2-я, 63-60 минут. И фокусируйся. Третья пауза, 72-я, 25 минут. Мэш аут, ну, 5 минут. По внесению хмеля кипятить буду 70 минут. Внесение хмеля первое, 10 минут после начала кипа и в конце кипа, то есть, когда уже времени остается. Даже, видите, я сохранил сначала профиль цветочно-ванильный каскад, ну, то есть, переиграли вообще кардинально. Все тут совсем по-другому. Там было внесение хмеля 5 штук. Последний хмель буду вносить. Ну, это уже на брожении, прям буду вносить ЦКТ. Блин, уже 4 минуты наболтал. В общем, кому интересно, мои бредни, вот можете сделать скриншот. Ну, и, соответственно, в комментариях что-нибудь написать, что я правильно делаю, что неправильно. Хотя я вставлю вам эту картинку, ладно. В общем, что сейчас? Включаю подогрев. Автоматика, как вы понимаете, подключена. Вводкнут только один термометр. Остальное вот все стоит. Вот. Один единственный, больше нам не надо. Подключил к рубашке пока горячую воду. Сейчас наполню рубашку сразу горячей водой. Это там 50 с небольшим, чтобы лишнее не греть. На охлаждение переключу. Перекручу. Можно, конечно, кто-то скажет, надо было тройник поставить. Ребят, ну, надо, ну, мне вот так вот нормально. В общем, все, друзья. Как говорил Ирл Алексеевич, ну что, поехали. Включаю на полную, на полных 4,5 киловатта, хотя ТН-6, напомню вам. В это время молю солод. Здесь 24 килограмма. Мешок был целый, нераспечатанный килограмм. Вчера я уфигачил на стартер. То есть, варил там. Вот. Этот молю целиком. Она пускай пока греется. На улице стало чудесно. Поэтому я перебазировался на балкон, дабы не пылить в квартире. Многие меня за это ругали. Вот. На улице классно. Уже 13 градусов. Все начинаю. Помол, потом покажу. Как всегда, я накосорезил с помолом. Ну, с чем-нибудь, да накосорежу. Слишком мелко, ребят. Это 0,85 стоит. Толщина. Ну, это зазор между больцами. Сейчас поставлю что-нибудь. Ну, пусть 0,85 по-науке там. Где-то я читал когда-то. Вот. Хорошо, немного намолол. Сейчас поставлю, наверное, полтора. Я вообще где-то читал, что двухрублевая монетка. А это там уже целых 2 миллиметра. В общем, сделал он 1,3. Однушечка и трешечка. Это прибавил почти пол этого. Такая вот шелуха целая. Ну, в принципе, не особо крупная. Такая есть где-то, конечно, и пылить старые, наверное. Может, даже еще прибавить. В общем, ну, хоть шелуха стала, а то и шелуху-то все. Я так понимаю, от влажности солода тоже тут много чего зависит. Так-то, в принципе, вроде ничего, по-моему. Есть вроде целые зерна, но на них нажимаешь, да, они разваливаются. Ну, и вот, друзья, опять получилась целая бочка. Помолол, да точнее не помолол, подавил солод. Такая вот крупка получилась. Не считаю, что здесь прям много муки. Шелуха практически вся целая. Ее много. То есть, фильтрация будет нормально проходить. Целых зерен не вижу вообще ни одного. Сейчас присмотрелся, не нашел. Друзья, ну вот пауза еще не включилась. Я думаю, что надо внести солод, потому что я его внесу, если температура упадет сразу на 2 градуса, а отсчет уже будет идти. Пауза. То есть, пока вот она не включилась, пускай навеснее. Температура сейчас 49,8. Ну, 50 губа. В 50 вношел. И в бочную. Ну все, у него с насос включай периодически, чтобы его не забило мучкой. Мук мукой. О! Все. Накрываем. Все, теперь ждем паузу. 51. Здесь пинуты, она сама там переключится. Мы сейчас добавляем зато соли. 15 грамм кальций хлористый и 15 кальций серно-кислый. И потом включим воду еще. Пока тут на газу нагреется эти почти 70 литров. 50. Почти 60. Мешалка пускай маслаить, ничего страшного. 49 теперь температура упала. Во, ровно 15. Это у нас кальций хлористый. Двухводный, пищевой. Погнали в котел. Теперь сульфат кальция. И тоже в котел. Чуть побултыхается пенка, так и была. То есть, отменят кальций и фототик. Чуть побултыхается, сейчас померяю pH. Мне самому интересно, сколько тут чего. Вот так остужаю сосла. Потому что pH меряется при 20 градусах. Я понимаю, что термометр... 31 уже. Термометр pH метр корректирует, должен корректировать. 31,5. В общем, чуть-чуть убавляю температуру. Стоит в ледяной воде эта рюмочка. Постудили. pH метр откалиброван. Купил новый. Откалиброван. Надо ему дать время. Хорошо бы, если он хотя бы 5 с чем-нибудь показал бы. В общем, 5,60... 5,6. 5,63. 5,64 сейчас будет. А может не будет. 5,63. Я категорически не знаю. Все пишут, что нужно очень четко к этому подходить. Я не знаю, сколько лить вообще. Поэтому у меня 30 миллилитров было по калькулятору. Сейчас попробую налить 10. Еще раз проверю. И вам покажу обязательно. 10 грамм. 10 грамм. Друзья, ну вот было 5,64. Стало 5,47. Потому что 15 миллилитров смело можно уносить и еще раз померить. Половина паузы. Вот 5 минут прошло. В общем, друзья, 5,3. Это после внесения еще 15 миллилитров. Он сейчас десятку смело бухать и будет 5,22. 5,15. 22 температура. Ну, тут он чуть-чуть корректирует, наверное, все-таки. Хоть и китайцы. 5,15. 5,16. В общем, все окей. Все. Сейчас, секунду, покажу. Кислоты у меня ушло. А ушло у меня... Ну, 45-то точно. Наверняком. Полбатырка. Вот так вот. Все. Пауза еще не включилась. Вот. 58,59. Вата, видите, уже начинает приостановляться. Он потихоньку сбавляет. В общем, все. Ждем паузу. Так. Промежуточное включение. Пауза 63. Вот от нее сколько уже прошло. 300... Ой, 3600. 3600 секунд было. Вот уже. Видите, сколько идет. Здесь все пучком. Креодически включаю вот этот насос. Потому что, смотрите... Ох, сейчас, смотрите. И заглохлется. Опа. Ее подбивают мукой, мучкой. Сейчас она разойдется. Креодически включаю, промываю, чтобы наглухо... О, 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 пошла, пошла, пошла. Чтобы наглухо его не заколотило. А то включишь на промывку, вернее, на фильтрацию, а он не работает. Будет обидно. Придется все разбирать, а мы этого не хотим. Вот так вот. Промежуточный этап. Включил промывную воду. Обеззараживаю ЦКТ. Ну, уже, точнее, обеззаразиваю. Сейчас течет, кран внизу открыл. Обеззараживаю, обеззараживаю этим... Как его... Вот так вот. Брюклен Биосан. Отвесил сразу в одну ложку 15 хлористого кальция и серно-кислого 7,5. Ну, вот так вот. Кайбует. Ну, и вот, друзья, подходит к концу наша часовая пауза. Осталось вам тут 20 секунд. Сейчас он будет нагреваться до 72. 25 минут мы будем затираться на 72. Ну, давай, е-мое. 9 секунд. Сейчас нагрев пойдет, смотрите. Четыре с половиной сейчас будет. О, пикнуло. Вот, четыре с половиной нагрев. Все нагревается до 72. И все, продолжаем ничего. Дальше у нас по плану. 72, 25 минут. Йодная проба. Потом промывка. Ну, фильтрация и промывка. Итак, друзья, у нас идет пауза 72. Уже минут 5 она точно идет, не знаю. Ну, почему так, 71,9 держит. Подскакивает иногда. О, 72 ровно. 71,9. Опять нагрев включается. Ну, почему так вот. 25 минут. Ждем. Итак, друзья. Веттуар. Ровно 10 минут осталось до конца паузы. 72. Предлагаю сразу померить, померить, произвести йодную пробу. Я думаю, что уже все пройдет. Вот над этим сразу, прошу, не смейтесь. У меня не было термоусадки. Это простой бутылок. Я в него перелил йод. Так удобнее капать. Не фэншуй, конечно. Не синий заряд. Чтобы солнечный свет на него не попадал. Я уверен, что тут уже все хорошо. И это разбавлен один к одному. Ну, вот и ничего не темнеет, не синеет. В общем, все. 10 минут. Пускай кипит. Я думаю, что хуже уже не станет. На одном канале не буду показывать пальцем. Говорят, что его разбавлять вообще один к трем, один к четырем надо. Я попробую действительно, да? Все работает. То есть концентрат не нужен. Здесь один к одному. Дисплированная вода и идет. Итак, ребят, пауза кончается. 72-я. Сейчас он переключится на нагрев. Все. Переключается на нагрев на mashout. Да-да-да-да-да. Все. О. 71,9. Сейчас будет разогреваться до 78. Вообще, одна минута в рецепте была. Может быть, одну минуту и сделаем mashout. Друзья. Ну и вот, включилась 78-я пауза. Все. Сейчас минуты, минуты две. Ну, тут идет. Ладно, разберемся сейчас. В общем, все, последняя пауза пошла. Все, как вещало. 78-я пауза. Отключаем эту. Промывочная нагрелась. Промывная. До 76. Включаем фильтрацию. Включаем фильтрацию и фильтруемся. Пробуем фильтроваться. Ну, как немножко посветлеет, я вам покажу. Я пока собираю емкость промежуточную, куда мы сольем с вами сусло перед варкой, чтобы меня очистить пауза. И потом прошел два насоса. Кто-то нафиг тебе два. Да вот, нафиг, вот так вот. Плохо ведь она уже становится подрачной. Пусть убавил. Ну, была вся прям белая. Ну, сейчас посмотрим. Пять минут. Говорит, дайте мне. Друзья, не все так гладко, как хотелось бы. Фильтровочный слой плотный, не пропускает сильно. Это на все насос качает. То есть он может быть и слабенький. В прошлый раз такого не было, но в прошлый раз и по-моему, нормально. Я взял сейчас дрын, ковырнул прям вот, фитро, ну, жмых, чуть-чуть в сторону отодвел, бух, сразу хлынгло. И опять муть поднялась. То есть оставляю так, ну, как-то там камень, внизу просто камень. Не все, коту масленица, как-то, ну, пускай вот так умаслает. А вот что-нибудь профильтруется. Надо было бы не были совершенствовать тогда, что ли, сюда, либо еще что-то. В общем, друзья, стройка все тоньше и тоньше. Я принял решение, что надо сливаться, а то он вообще скоро встанет. И вообще неизвестно, что придет. Что придется делать тогда? Так-то она прозрачная, вот. Ну, я люблю, да, а иначе потом вообще не сольюсь. Ну, вот так вот. Тихонечку, думаю, сейчас, ну, минут на 15 ка сольються. Всем покажу прозрачный сус, сейчас он уберется. Ну, в принципе, прозрачный так. Не совсем, конечно, но, во-первых, не... В общем, что-то я на косорезе с помогом. Это, возможно, вот из-за первого этого. Вообще, еле льется. Взял дрын. Вот так вообще остановилась, просто остановилась. Как будто я пшеницу тут фильтрую. Вот, дрыном вот так чуть в сторону отодвигают. Но идет муть. Но зато идет, а то вообще никак не сольешь. Вот, придурок. Не сказать, что прям вообще грязь, но... В общем, не все коту-масленицы. Друзья, вот пока тут переливается, уже остудил он чуть-чуть сусло. 18. 18 процентов. Это у нас... Сейчас, секунду. В общем, посветил. Сейчас 60... 65 литров, что ли, почти налилось. Или 60? А, 55. 55 литров. Ой, блин. В общем, знаете, мне уже пофиг, как оплотность будет начальная, как оконечная. Тетет еле-еле. Потихоньку начинает бруху являться. Но ведь я палки тут в сторону отодвинул. То есть... Промывная вода у нас 77 стоит. Сейчас буду потихонечку промывать. Так, давайте посмотрим, сколько у нас вообще получилось. 117, 116. Но потихоньку сейчас еще нальется. Так, понимаете, все. Ага. Когда он даже упрямляться начал. Все, 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 все. 115 литров. Клотность померяю, PH померяю. А сейчас у меня другая забота. Это вот это все надо... Утилизировать. Друзья, что делаем дальше? Налил воды. И все, на шалку. Стоит как она. Плавненьких, плавненьких оборотов. Налил, еле-еле. Жозе. Чуть-чуть палочку помохли, быстро заверновать. Все. Пробуем открывать. Я не знаю, лишь бы не забилось. В прошлый раз так делал, ничего. Вроде уходит. Вроде нет. Наберем еще. Можно включить нижний, этот, какого. Вот этот. Делал меня. Снизу будет набираться. Снизу набираться, задумываться, и ныть снизу. А то надо будет вот эту кочергу переключить вот сюда. И уже до конца все крутанул ПВК на 90 градусов. Сливной нижний кран. И тут уже остатки. С бокового мы все остальное вылили. Вот как лихо уходит. Сейчас хоть фольжно увижу. Вот это. Я тоже не помешал. Сейчас фольжно пуляться. Вот оно. Ну, до конца тут не сильно страшно. Так, у меня там вода еще была включена. Вынимаю фольжно, все ополаскиваю и заливаем сусло обратно. Ну, вот так, друзья. Чуть ополоснул. Ну, и чуть так, должно иметь. Такую потерь еще со шлангом. Два раза он у меня вырвался из рук. Я бы даже оторвал вам барашек. В общем, все. Закрываю остатки. Сливаем. Все, кастрюлька готова к приему сусла. Зоя мне даже поесть принесла. Ты, говорит, иди домой. Я говорю, не, неси сюда. Она принесла. В общем, все. Сейчас переливаю, заливаю, разбираю эту конструкцию еще. Все. И ставим на варку. Тогда я поем, наверное. Или пока переливается. Да, ребят, кто тут ролик не смотрел, теперь этот насос с трамы ставим на верпул. Затирались мы на полной рубашке. Сейчас мы рубашку сливаем. Будем на пару уже вариться. Блин, в крайне вода стоит. Ну ладно, я сейчас вытрем. Все, с рубашки по уровню вытекает. Вытекает. Арматуру переставляю сюда для верпула. Будет забирать сбоку. Он оттуда. А в центре будет брух. Коего вон целый бочка. Целая бочка. Так, емкость готова. Че, попробуем. Ну и, конечно, надо, наверное, включить насос. Эх, и сусло. Ну, сейчас подсчищаем и пойдет. В общем, пусть перекачиваются. Пелья не остыли. Такое вот красивенькое сусло. До конца сливать не буду. Прям. Чуть-чуть осила. Здесь, во. Чего. Надеюсь, белок. Мох этот. Яванский какой-то. Мархуанский. Ну ладно. Остудим сейчас сусло. У меня получается 13. Ну, наверное, 13 с половиной, что ли. Что-то такое. 13 с половиной. По рецепту вообще. Блин, принести его сейчас секунду. Ну вот, ребята. Плотность сусла 14,2. Ну, у меня, наверное, так и будет. То есть крепость, если оно выбродит до 2,8, оно будет сладенькое. Где, где, где алкоголь-то? Алкоголь 6,9. В общем, честно, мне уже по барабану. Я расстроился, что у меня здесь с этой фильтрацией, блин, будь она не ладная. Ну, не знаю. Может и осветлиться еще. Не особо прям вот я расстроен, но, конечно, есть такая немножко печалька. Насос другой поставил. У того насоса, вот это, упирается в шланг, в бочку. Раньше утеплителя не было. Как-то вроде бы поспокойно, ну, и получше подходило. А сейчас вот нижний вот этот патрубок, он в бочке. И то ли с резьбы срывать, ну, чтобы повернуть. Проще было этот поставить и все. А, там, там сейчас вилку включено. О, тогда нету всякого зорнота. Ладно, не будем. Окистать его. В общем, понятно, что насос работает. Все. Он даже вилку маленько закрутил. Что, кипятим. PH тоже сейчас померяю, но у меня еще целая засыпь вот этой соли 22 грамма сюда пойдет. По идее, PH-то надо после нее померить. Как закипит, я внесу соль, померю PH. Ну, плотность там не изменит себя, думаю. Итак, друзья, 100 на градусники в режиме ректификации фигачу. В общем, все, закипает. Кипит. Ну, еще не совсем разошлась. Я что делаю? Я добавляю вторую партию соли. На минуту она. О, как реагирует. Блин, ладно, сейчас водой чуть смой, потому что пара поприлипла. Все, закинулся по основу в эту. Засекаем время. Через 10 минут уносим хмель. Так, 70 минут. Это мы вообще заканчиваем кипение в 19... О, в 20... 15. В 20-15. В 19-15 мы закидываем первую партию хмеля 70. Я уже ее отмерил. Вот она лежит. О, хорошо кипит. Это два тена. Первый раз делал с одним. Кипело где-то вот в той стороне. Сейчас кипит. Сейчас тен длинный почти во все дно. Вот для чего я их, собственно, и сделал. Хорошо кипит. Только это... На уровень посмотреть, вот сколько тут чего выкипит. Ага, друзья, время 19-16. Не знаю, вперед, посмотрите. Ха-то скажите обману. 19-16. Крышку. Вот в таком положении, я помню, смотрел Грейн Рус, да, Сергей там ведущий у них. Говорил, что наполовину должна... Блин, как льется-то. Ну, половину крышечка должна быть закрыта. Ну, я же неграмотный, поэтому я слушаю людей. Эх, каскадик пошел. Блин. Я же бы не убежала. Надо по чуть-чуть. Чуть-чуть через крышку не рвануло. Я и лопанул сразу половину. О! Бурлит хорошо. Надо по чуть-чуть. Этот каскад у нас на горечь. 70 грамм на горечь. 80 грамм в конце кипа. Это будет на аромат. Ну и на вкус. На вкус они вот это, да, я не знаю. Так, друзья, до кипа осталось, ой, до конца кипа осталось совсем чуть-чуть. Надо померить плаш. И его откорректировать, если что. Видим? 15, 15. 15. 15. 16. 18. 18. Нам надо 5,4. Будем делать с содой. Сейчас бахнул ложечку соды туда. Еще раз. Посмотрим, что будет. Бахнул с содой. Эх, нифига себе пахнул. Эх, ты, е-мое. Меня предупреждали. В общем, ребят, я, как всегда, на свинечку. Ладно, давайте, ребят, 5 минут. Вот, берем мох и кидаем одну таблеточку, лишь бы опять тут все не убежало. За 10 минут до варки. Пол липкий, половинку сейчас сброшу. Сначала что будет? Ничего не будет. Еще чуть-чуть. Мох закинут. И, блин, хожу прилипаю теперь. Сейчас надо прогнать шланг, потому что им мы будем заливать в ЦКТ. У нас еще Вирпул открыт. И вот, Вирпул включился. Пускай мох маленько полетает. Размешается. Через 9 минут закидываем последний хмель. И все, и остужаемся. Я слил немножко сусла, все-таки, чтобы померить pH. Ну, что, ребят, давайте посмотрим, что у нас получилось. 5,24. Тут, нифига себе, я бахнул на глазок. Столовую ложку. Ну, я сыпал-то потихонечку просто. Так получилось. 5,37. Столовую ложку. Просто я сыпанул чуть-чуть. Пшик, все. Второй раз чуть-чуть. Пшик, все. Третий раз чуть больше. Ну, все, 5,4. О, 5,4. Прямо то, что он доктор завещал. Коля, если смотришь, все, я все твои эти соблюдил. 12 минут. Через 3 минуты закидываем мох. Вот. Ой, да, 30 грамм осталось, которых я отсыпал. Ну, в целом потихонечку. Ароматик. Ароматик будет. Итак, друзья, минутка осталась. Вон, шланг тут у меня сейчас фигачит. Со шланга. То есть, его надо тоже подезинфицировать кипяточком. Парашмак подогнали. Мог закинули. Да все вообще по красоте. А что я торможу? Все, 15 минут. Гасим. Все, ребят. На охлаждение. Что-то не забыл. Это нам. Блин. Конечно, если я что-то не делаю неправильно, уж не ругайтесь. Но я стараюсь. Надо было, пока она кипит, его закидывать. Да ладно, нормально сейчас сварится. Аромат, кстати, классный. Друзья, вот 20 минут прошло. Температура 51,6. Решил вмазать. Короче, ребят, время 5 минут почти. Охладилось до 25,4. Это мой пергонель. Вот такой он почти прозрачный. Здесь у нас немножко дрожит внизу. Ну, не страшно. Кстати, вот был тухновый, все, и прозрак пропал. В общем, вот такой вот пивасик у меня перед этим был. Вкусный, зараза. Итак, друзья, смотрите. Время 15 минут почти. Мы остудились до 21 градуса. Я выключаю подачу воды. Выключаю Вирпул. По инерции она дойдет. Я думаю, что там будет градусов... Не знаю, сколько, брать не буду. Я хочу, чтобы... Вот оно кружит сейчас, крутится. Хочу, чтобы все осело. Все, и заливаемся в цокотуху. Дрожжи полтора суток уже спарят. В общем, друзья мои, 18 градусов охладилось. Ну, это около рубашки просто гильза находится. И я думаю, что там около 19. Что мы сейчас делаем? Выключаем мешалку. Первым делом заливаем стартер. Заливаем его в цокоте прям сверху. Ничего не боясь. Мой куратор Денис сказал, говорит, я так делаю. Поэтому... Полторашка выпрямляется. Поэтому заливаем и сливаем. Постояла она 15 минут после Вирпула. Ну, то есть Вирпул кружил-кружил. По инерции температура остыла. Я думаю, что... Шлангин. Какое прозрачное пиво. В общем, все, сливаемся. Я его забабахал на хомутик так. Ну, не сильно там вообще. Он крутится. Снять, наверное, не получится. Поэтому прорву фольгу. И... Начала беззаразить. Так маленько. Делки тоже. Дрожжи. Я говорил, да? Её есть нам 5. Домашний погребок. Спасибо. Вот. Вот так вот. Надо понюхать. Первый раз в жизни его делаю. Кстати. Прямо браги пахнет. Дрожжи возмешние. Вот так вот. А теперь кидаем шланг. И включаем слив на насосе. Немножко с этим... С какого? С бульками, чтобы немножко сусло, так сказать, обогатилось кислородом. Когда говорят, это все отчисление, его допускать нельзя. Друзья, вот столько налилось в цыкатуху. Блин. Шло прям прозрачное. В общем, не налилось немножечко до верху. Но это и хорошо, да? У нас же ведь брожение будет. Чуть-чуть даже наклонил его. Еще литров пять лишних слил. И плотность можно померить. Сейчас я вам все скажу. В общем, друзья, все сделал. Шпунт аппарат закрыт на... Там вообще 0,2 что ли. 0,2. Он вообще не закрыт. Сейчас залью его водичкой. Пришлось слить с АКТ. Забыл там онородное тело. Вместе с рожьями вылетел. Слил. Шутка, конечно. Вот. Подведем итоги. В общем, время полдесятого вечера. Парку удалось. Надеюсь, что ничего не закиснет. Друзья, в первую очередь, очень хочется сказать огромное спасибо моим кураторам, кто подсказывал, мне следил во время процесса. И до процесса. Это Николай, Денис, Ваня. Вот. Они мне помогли в трудный момент. Смотрите, оно прям светлеет, но прозрачное становится. Вот. Ребята, огромное вам спасибо. Надеюсь, ничего не скиснет и все будет хорошо. Ну, а теперь жесткий маркетинг. Домашний погребок. Спасибо тебе большое за хмель, за дрожжи, за солод, вообще за все. Первочку спасибо за фитинги, фигитинги. И все приходит вообще там за два дня буквально. Вот, ребят, всем друзьям, кто меня поддерживает в этом деле, вообще спасибо огромное. Надеюсь, здесь все будет хорошо. Завтра посмотрим. Сегодня даже холодильник заводить не будут. Там температура 19, я так понимаю, градусов. Ну, нормально, пускай бродит. Утром залью в холодильник и будем доставлять температуру. Но это уже будет совсем другое видео. Это видеоображение, наверное, тоже надо будет снять. Все, ребят, всем, всем, всем принимавшим участие во всех этих действиях огромное спасибо. Смотрите, что у меня тут творится. Вообще кошмар. Спасибо всем большое. Не голов вам, не хвостов. Вкусных напитков, а конкретно в данный момент пива. С вами был Серега. Пока. Друзья, такое чувство, что я попал прям в этот рецепт. Ну, 14 прям с небольшим вообще. 14,2. Мог с ним. Налил просто воды. Да, меня многие предупреждали. Серега, не заливай спиртовое что-то. Орг-стекло сразу потемнеет. Да, ребят, забыл сказать, что я купил еще блюдо нбей. Но так как у меня гильза под термометр в ПВК медная, я не стал его использовать. Так что он есть. Кто-то будет говорить, надо было использовать. Но нельзя мне его использовать. В общем, все, ребят. Чего забыл? Вроде все рассказал. Плотность 14 и будем считать. Завтра посмотрим. Ладно, завтра еще в денек я вам покажу. Что-то происходит. Забродила, не забродила. И на этом. О, ребят, остановился. Я выставил он на 15 градусов. Бурбончик стоит. А, доброе утро, не скажешь. Помпа гоняет. То есть, холодильник держит 15 в ванной. В ванную наполнил. 10 литров спирта впорол сюда. Причем чистого. Вон, видите, что-то происходит. Вот. 10 на 20. Там примерно 25 литров воды. И 10 спирта. На гликоль еще не разжился. Поэтому пока вот так вот. Ну, хотя бы посмотреть. Миленечка моя. Пойдемте туда. Вот. Он погоняет оттуда. Вам я вам показывал, да? Он до нестины выходит. Офигенно. Пахнет круто. То есть, пока никакой... Блин. Закрыть. Никакой кислятины я не чувствую. То есть, глядишь, все будет нормально. Вот так вот. Вот, друзья. В общем, вот так вот. Все завелось. Надеюсь, что все будет хорошо. С вами еще раз прощаюсь. Спасибо за внимание. Кто посмотрел. Кому интересно. Ребят, ролик походу длинный получился. Всем пока. Друзья, вот вчера вечером я слил остаток. Ну, сюда немножечко. Смотрите на цвет какой. Эх. Вот это специально прям без всяких фильтров ставлю. Вообще классное. Сейчас по мере плотности вам скажу. Ну, нормалды, как я вчера и говорил. 14. Вообще прям с небольшим. То есть, все получилось как вот по этому. Блин, где он тут? 14,2. Все, булькат. Все, булькат, булькат, булькат. Прощание.